Ежегодно в начале декабря отмечают День инвалида. В центре Шанс традиционно проходят открытые занятия, мастер-классы, консультации для педагогов и родителей, посвященные этому дню. Их цель – привлечь внимание к проблемам и нуждам людей с ограниченными возможностями и сделать их жизнь более комфортной. Давай сам. Теперь сам. Теперь сам. Егору 5 лет. У него расстройство аутистического спектра. В центре мальчик занимается сентября. Занятия проходят в сенсорной комнате, которая предназначена для психологической разгрузки ребёнка. В ней ребёнок может расслабиться, наладить контакт с педагогом и с родителями, получить необходимую помощь. Число детей с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом увеличивается, поэтому проблема их социальной адаптации актуальна. В центре шанс помогают социализироваться не только ребёнку, но и родителям. Наша работа направлена для достижения лучшего результата. Это педагог, родитель и ребёнок. Мы работаем вот в этом треугольнике. Поэтому с родителем постоянная связь. С родителем отправляются фотографии, видео с занятий. Часто родители сами присутствуют на занятиях. Я их обучаю, как нужно взаимодействовать с ребёнком вот таким диагнозом. Благодаря занятиям в центре у детей наблюдаются положительные изменения в поведении. Они внимательнее слушают педагога, стараются выполнять задания, становятся более сосредоточенными. Шанс Илью привели в начале учебного года. Два раза в неделю у него занятия с педагогом-психологом по социальной адаптации. Он учится регулировать умственную деятельность и контролировать тело. Конечно же, как я говорила, что наша главная задача – это социальная адаптация. Сейчас мы работаем над регуляцией, чтобы ребёнок смог себя в дальнейшем вести в обществе других детей. Чтобы он смог себя где-то срегулировать. Если появится тот какой-то любимый предмет, он не проявлял такие вот телесные всплески, эмоциональные всплески. Наша главная задача в любом случае – это социальная адаптация. Потому что ребёнку идти на обучение в школу. Поэтому мы работаем именно на адаптации его общества. Совместная работа с родителями даёт положительные результаты. У мальчика уже многое получается. Скоро он сможет посещать групповые занятия и начнёт подготовку к школе. В детстве человек постигает и учится очень многому. А инвалидность становится огромным барьером в постижении нового. На самом деле, конечно, цель таких мероприятий – это привлечение внимания к проблемам, которые возникают в семьях воспитывающих детей инвалидов. В семьях, где люди с ограниченными возможностями здоровья. И наша задача – максимально улучшить их жизнь, чтобы стереть все границы, которые могут возникать так или иначе при выходе таких людей в общество, на улицу. В день шанс посещают от 50 до 70 ребят с ограниченными возможностями здоровья. С ними работают 26 специалистов. Социально-психологическая адаптация детей происходит по-разному и напрямую зависит от их возраста, состояния здоровья, уровня развития игровых навыков, контактности, атмосферы в семье. В центре помогают ребенку-инвалиду развиться как в личности, в пределах его психофизических возможностей.